дорогие друзья здравствуйте я ташенов максим и эта программа сила слова дорогой господь я прошу тебя благослови сегодня каждого кто смотрит нас каждого кто нуждается в спасении в исцелении в освобождении от демонического влияния депрессии подавленности угнетение боже мой я благодарю тебя за то что сегодня день спасения сегодня день чудес сегодня день проявления божьей силы дорогие мои я хочу поблагодарить сегодня всех драгоценных партнеров 1 христианского спутникового телеканала СНЛ за их помощь я благодарен вам драгоценные братья я благодарен вам драгоценные сестры за то что вы продолжаете это делать. Вы поддерживаете очень важную, уникальную работу. Работу по распространению Евангелия. Мы послушны Богу, проповедуя Божье Слово, вкладываясь в то, чтобы Божье Слово было проповедано. И я уверен, что есть воздаяние за такой уникальный, хороший труд. Вы поддерживаете работу СНЛ и сегодняшнее служение, сегодняшние проповеди. Эта программа, она звучит, она транслируется благодаря вашей поддержке. Спасибо вам большое. Бог да благословит всех вас. Итак, дорогие мои, это вторая программа, когда мы говорим о крещении Святым Духом. Мы говорим о личности Святого Духа, о том, насколько важно верующим в Иисуса Христа людям получить крещение, чтобы сила Святого Духа могла действовать через этих людей. Для этого мы говорили с вами из книги Деяния, 1 глава, 8 стих. Я читаю. Но вы. Мне нравится эта фраза. Вы. Она персональная. Через это Бог обращается прямо к нам. Он говорит именно в наш адрес. И кому-то из вас нужно сказать это обо мне. Эти слова обращены ко мне. Они для меня. Бог обращается прямо ко мне. Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой. И будете мне свидетелями в Иерусалиме, во всей Иудее и Самарии и даже до края земли. В прошлой программе мы говорили с вами о том, что есть сила больше, чем сила проказы. Есть сила, которая намного превосходит силу онкологии. Есть сила, которая намного больше, чем сила слепоты, глухоты, паралича, чего бы то ни было. Это сила Святого Духа. И как замечательно, что Иисус, обращаясь к своим ученикам, а сегодня обращаясь через это место Священного Писания непосредственно к нам, Он говорит нам, вы примете силу. Это значит, что вы станете носителем силы уникальной, силы Божьей, силы могущественной. В прошлой программе мы говорили с вами о том, что даже в служении Иисуса Христа мы не видим чудес, мы не видим исцелений до момента крещения в Иордане. Только тогда, когда Иисус испытал крещение в Иордане, Дух Святой сошел на Иисуса. И именно с этого момента мы видим начало служения, начало чудес, начало исцелений, именно когда Дух Святой сошел на Иисуса Христа. Я хочу вам сейчас зачитать слова из Евангелия от Луки, которые открывают нам желание Иисуса Христа о том, чтобы огонь Святого Духа как можно скорее разгорелся в жизни верующих людей. Я хочу, чтобы вы открыли со мной Евангелие от Луки, 12 главу, и прочитали бы со мной 49 стих. Будьте внимательны. Огонь пришел я низвести на землю, и как желал бы, чтобы он уже возгорелся, крещением должен я креститься, и как я томлюсь, пока это совершится. Иисус говорит о том, что Он пришел привести огонь на эту землю. И большинство из нас, когда мы читаем это местописание, почему-то мы сразу думаем о том, что Иисус говорит об огне Божьего наказания, огне Божьего возмездия. Но если вы посмотрите на все учение Иисуса Христа, если через Евангелие вы посмотрите на поведение Иисуса Христа, Его желание и то, как Он действовал, то, как Он служил, вы вдруг увидите огромное, сильное желание Иисуса Христа, чтобы люди были спасены, чтобы люди были исцелены, чтобы они освободились от демонического влияния, от бесов. Это было Его страстным желанием очистить прокаженного от Его проказы. И когда вы вот так смотрите на Иисуса Христа, то вы начинаете понимать, что здесь речь идет о чем-то другом, о каком-то другом огне. Вслед за тем, что Иисус говорит, я пришел низ вести огонь, Он сразу же говорит о предстоящей Его смерти на кресте, без которой Дух Святой не может прийти на эту землю. Иисус должен был умереть. Иисус должен был войти со Своей кровью в небесное святилище и приобрести для нас вечное искупление и дар Святого Духа. И в день Пятидесятницы, когда мы читаем с вами вторую главу книги Деяний, мы можем увидеть, как Дух Святой приходит, как Дух Святой входит в этот мир. Он сходит на апостолов, Он сходит на учеников Иисуса Христа и рождается Церковь. Он сходит как пламя. Давайте мы прочитаем с вами об этом сейчас. Книга Деяний апостолов, вторая глава. «При наступлении Дня Пятидесятницы все они были единодушны вместе, и внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились. И явились им разделяющиеся языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом из них, и исполнились все Духа Святого, и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать». Вспоминаем слова из Евангелия от Луки. «Я пришел низвести огонь на землю». И в книге Деяний апостолов, во второй главе, с первого стиха, мы видим, как этот огонь приходит на землю. Мы видим, как его ученики получают крещение Святым Духом и начинают молиться на иных языках. В свете всего этого становится понятным, о чем говорит Иисус Евангелие от Луки. «Я пришел низвести огонь на землю, крещением должен я креститься, как я томлюсь». То есть желание Иисуса Христа, его томление тогда, до смерти на кресте, до его погребения и воскресения, это его сильное желание, чтобы Святой Дух был излит на верующих людей. Почему? Потому что Дух Святой есть Дух Силы. Все творение было порабощено дьяволом. Через ложь, через обман, через грех. Дьявол доставлял ад на эту землю, используя неведение людей, неверие людей, используя незнание истины людей, дьявол постоянно, через ложь, обольщение, ослепление, он доставляет его коварные, злые замыслы по убийству, уничтожению людей, он доставляет это в этот мир. Его замыслы из преисподней приходят в этот мир, благодаря незнанию людей, благодаря тому, что им не открыта истина, благодаря тому, что они ослеплены грехом. Иисус говорит о Своих учениках, вы примите силу. Это будет сила Святого Духа. Это будет сила Божья. И то же самое, что произошло с Иисусом возле Иордана, ученики смогут также ходить в силе Святого Духа, без силы Святого Духа. Они не смогут исцелять больных. Без силы Святого Духа они не смогут получить исцеление. Без помазания, без этой удивительной, могущественной Божьей силы, никакие Божьи чудеса не смогут произойти в жизни верующих людей. Им необходим Дух Святой. И когда в прошлой программе я говорил о том, что когда мне диагностировали рак в 2016 году, молитва на иных языках, она стала для меня единственным на тот момент вернейшим средством, чтобы хоть как-то сопротивляться тому страху, той депрессии, тому ужасу, который ворвался в мою жизнь и в жизнь моей семьи. Я молился много на иных языках, потому что откровение о том, что у Духа Святого есть сила. И это сила, которая может победить рак. Сам по себе я ничего не могу сделать с этим. Сам по себе я не могу исцелиться. Сам по себе я не могу себя восстановить. Я столкнулся с болезнью, которую боятся тысячи и тысячи людей. Я столкнулся с болезнью, о которой в этом мире, в современном обществе бытует такое расхожее мнение, что это все. Это конец. Если вам диагностировали рак, если вам диагностировали онкологию, то все, результат будет плачевный, конец будет печальный. И я прямо сразу хочу сейчас это сказать. Это неправда. Это неправда. Поскольку Дух Святой, в котором есть сила, верующие люди, они принимают крещение Святым Духом. И та самая сила, о которой говорит Иисус, вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой. Если вы приняли крещение Святым Духом, если вы молитесь на иных языках, вы должны о себе что-то знать. Сила, о которой говорил Иисус, она находится прямо внутри вас. Сила исцеления находится внутри вас. Поскольку Дух Святой – это тот, кто совершает исцеление. Дух Святой – это тот, кто берет от Христова. От того, что совершил Иисус на Голгофе. И доносит это до вашего Духа, доносит это до вашего мышления, доносит это до вашего тела. Иисус от Духи Святой сказал так. Он возьмет от моего и возвестит вам. И в свете вот такого места Священного Писания нам необходимо сделать следующий вывод в своей жизни. Нам необходимо узнать о Духе Святом. Нам необходимо узнать роль Святого Духа. Нам необходимо прислушиваться к Духу Святому, к Его водительству в вопросах спасения, в вопросах исцеления. Исходя из того, что мы уже с вами прошли, мы можем сделать следующие небольшие выводы для себя. Первое. желание Иисуса – это то, чтобы мы имели силу. Желание Иисуса, чтобы каждый верующий человек был наполнен Духом Святым и был наполнен силой. Аминь. Второе, что мы будем узнавать сегодня – это то, как Дух Святой будет говорить к нам, каким образом Он будет разговаривать с нами, чтобы нам различить, что это именно Дух Святой. Дело в том, что среднестатистически верующий человек, говоря о своем желании слышать Господа, говоря о своем желании знать лучше Бога, очень часто где-то внутри себя имеет, скажем так, не то, что неверные ожидания, но, скорее всего, поведение такого человека, его жажда, его поиск будет находиться в сфере каких-то переживаний или ощущений, или сновидений. То есть, огромное количество людей сегодня, они просто говорят, что Бог обращается к ним, пусть через сны, пусть Господь сказал мне так, Бог сказал мне то, но очень часто во всем этом мы можем видеть определенные, как бы, ну, несоответствия тому, что говорил Бог, что говорил Иисус о Духе Святом. Во-первых, я бы хотел, чтобы мы отправились с вами сейчас в Евангелие от Иоанна, 16 глава, и прочитали бы 13 стих. «Когда же придет Он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину, ибо не от себя будет говорить, но будет говорить, что услышит, и будущее возвестит вам. Он прославит меня, потому что от моего возьмет и возвестит вам». Я бы хотел, чтобы вы обратили на это внимание. Иисус говорит, что будет делать Дух Святой в жизни верующих людей. Итак, когда придет Он, а мы знаем, что Дух Святой пришел из второй главы книги Деяния Апостолов. Дух Святой пришел, и с того момента Он не покидал эту землю. Он здесь, Он среди нас. Дух Святой здесь. Но Иисус говорит, когда Он придет, и Он называет Его Духом истины, Дух Святой есть Дух истины. Когда придет Он, Дух истины, то наставит вас, Он будет наставлять нас. Как получить человеку исцеление? Человеку нужно быть наставленным. Как человеку получить прощение грехов? Этого человека надо наставить. Мы не сможем человеку помочь ровным счетом ничем до тех пор, пока мы не наставим Его. И Писание говорит, что Дух Святой будет помогать нам, Он будет наставлять нас на всякую истину. Заметьте, всякая истина. На всякую истину, ибо не от себя будет говорить, но будет говорить, что услышать и будущее возвестит нам. Он прославит меня, потому что от моего возьмет и возвестит вам. Дух Святой будет нас наставлять, Он будет наставлять нас на всякую истину. Это значит, что если я буду предельно внимателен к голосу Святого Духа, я получу от Него наставление, Он будет меня наставлять, но я захочу, чтобы вы обратили внимание, Он будет наставлять нас на всякую истину. Но если вы спросите сегодня кого бы либо, что такое истина, я думаю, очень часто вы сможете получить самые разнообразные ответы. Конечно же, люди будут говорить, Иисус есть истина. Кто-то скажет, что истина – это что-то совершенное, это что-то, ну, абстрактное. И мы иногда употребляемся тому, Понтию Пилату, когда он спрашивает Иисуса, что есть истина. Как объяснить человеку, что есть истина, если человек прямо смотрит на нее и не видит этого. И для того, чтобы понять, наверное, очень просто для себя, что есть истина, мы должны обратиться к словам Иисуса Христа. Однажды Иисус говорит следующее, Он говорит, «Слово Твое есть истина». Иисус обращается к Отцу и говорит, «Слово Твое есть истина». И это значит, что роль Святого Духа будет заключаться в том, чтобы напоминать нам, наставлять нас, вести нас непосредственно к Слову Божьему. Чтобы проиллюстрировать то, что я сейчас сказал, я опять хочу возвратиться к тому периоду в моей жизни, когда уже после второй онкологической операции мы с моими друзьями, с братьями, с сестрами, небольшой компанией мы выехали на море. И у меня уже тогда были серьезные проблемы, то есть я не мог спать. Я многократно об этом говорил, а тем более, когда приходилось спать где-то на природе, в машине или в палатке. В общем, это была очередная ужасная ночь, бессонная. Я едва дождался рассвета, когда эта ночь пройдет. И я должен был сказать, что всегда, как только я, скажем так, поднимался с постели, молитва на иных языках, она была постоянным моим спутником. То есть я сразу начинал молиться на иных языках, чтобы хоть как-то заглушить мысли о раке, мысли о смерти, мысли о страхе. В общем, я вышел из машины и я отправился в горы, чтобы молиться на иных языках. И уже вот в том состоянии, скажем так, полудурном, каком-то полубезумном, полусумасшедшем состоянии, я сказал Иисусу, неужели тебе трудно как, ну, просто прийти и сказать мне что-то? И, идя и молясь на иных языках, я начал словно разговаривать сам с собой. И я задал себе вопрос, как ты думаешь, «Если бы Иисус сейчас воплоти предстал перед тобой, что бы Он тебе сказал, кроме того, что уже было сказано в Евангелиях?» И эта мысль, которая осенила меня, она подтолкнула меня к следующему ответу. «Иисус, даже если бы Он предстал передо мной воплоти ничего сверх того, что Он уже сказал, о, мой Господь, Боже мой, я ослаблю тебя!» Ничего, кроме того, что уже было сказано, Он бы не сказал. Почему? Потому что последняя фраза Иисуса Христа на кресте, последнее слово перед тем, как Иисус испустил дух, было слово «совершилось». Было сделано что-то уникальным, полным, совершенным образом. Все, что нужно сказать, было сказано. Все, что нужно. Боже мой, Боже мой, Боже мой, я благодарен Тебе. Я благодарен Тебе. Мы не можем ничего придумать, мы не можем ничего дополнить, мы не можем ничего сверх того сказать, что уже было сказано или сделано. Слово Иисуса Христа совершилось, указывает нам на то, что работа искупления была сделана совершенным образом, не нуждается в дополнении. И из этого следует следующий вывод. Из этого истекает следующий вывод, что когда Дух Святой будет разговаривать с вами, когда Дух Святой будет наставлять вас, когда Дух Святой будет учить вас, ничего, кроме того, что уже было сказано, Он не скажет, Он возьмет от Христова, а Христова, все, Боже мой, оно описано в Евангелиях, учение Иисуса Христа, слова Иисуса Христа. И в то раннее утро, когда я поднимался по горе, я вспоминал ситуацию, когда Петр, идя по воде, начинает тонуть, и я вдруг вспомнил то, что Иисус говорит Петру, когда Петр начинает тонуть. И именно то же самое похожее состояние испытывал и я. Я словно тонул, словно волна за волной, новость плохая и еще плохая новость, и диагноз, и анализы, все это, ты не успеваешь оправиться от одной волны, вторая плохая волна, и ты просто тонешь. И я просто стоял, и Дух Святой говорил бы, Иисус, даже если бы Он предстал перед тобой воплоти, ничего, кроме того, что уже было сказано, Он бы тебе не сказал, что сказал Иисус Иисус Петру, когда Петр начал утопать. Иисус сказал Петру, зачем ты усомнился. О, мой Бог, если бы вы знали, что я сейчас испытываю, как сильно это помазание на мне, как сильно это помазание на мне, Боже мой. И я хочу вам сказать, те драгоценные люди, которые боятся сегодня, те драгоценные люди, которые сегодня чувствуют себя, вы словно тонете, вы словно падаете в эту бездну, и нет никакой зацепки остановиться где-то, остановить это падение. Я хочу вам сказать слова Иисуса Христа, которые помогут вам выходить из этих ситуаций. Ваша проблема это сомнение. Зачем ты усомнился? Петр начал тонуть, испытывать это ужасное, страшное состояние, когда вдруг что-то ушло из-под его ног, и он до этого, идя по воде, начинает утопать. Иисус ему говорит, зачем ты усомнился? Сомнения мешают людям принять от Бога исцеление. Сомнения. Они сомневаются в том, что Бог исцелит их, именно их. Дьявол удалось посеять в их души что-то, что мешает людям соединиться с Иисусом Христом. Они ожидают чего угодно, что Иисус придет и скажет, Иисус придет и сделает, и они даже не видят, что нам, драгоценным верующим в Иисуса Христа, дарован драгоценный Святой Дух, который будет нас вести от истины к истине, Он наставит нас на всякую истину. И Божье Слово есть истина, и это истина, которую я сегодня хочу провозгласить и завершить эту программу. Вот истина, на которую сегодня наставляет вас Святой Дух. Он взял на себя наши немощи и понес наши болезни, а мы думали. Перестаньте думать по-другому, думайте только так, как говорит вам Дух Святой. Он наставляет вас на всякую истину, а всякая истина это Божье Слово, а Божье Слово говорит, и ранами Его мы исцелились. Это истина. Это истина. Дорогой Господь, благослови сегодня моих братьев, благослови сегодня моих сестер. Дух Святой, пусть простые евангельские истины, истины Божьего Слова сегодня будут донесены до сердец и понимания этих людей. Только Божья истина, которая говорит, Он взял на Себя наши немощи, понес наши болезни, ранами Его мы исцелились, мы не будем в этом сомневаться. Мы отказываемся сомневаться в этой истине. Мы берем, мы принимаем эту истину, истину, которую до нас доносит Его драгоценный Святой Дух. Аминь. Субтитры Вы также можете пожертвовать ваши финансы на нашем сайте octaou.church в разделе пожертвования, указав номер вашей карты, дату и трехзначный код вашей карты на обратной стороне, выбрав необходимую сумму для пожертвования и нажав «Оплатить». Служение Сила Слова благодарит всех наших партнеров за участие в этом важном служении.